Здравствуйте! Проходите. Ну, мы немножечко познакомимся с нашим центром. Я покажу, как выглядит наша аудитория, что мы делаем на занятиях, как мы работаем с нашими ребятами. Пройдемте за мной. Ну вот, собственно, первая же аудитория. Биологическая. Часто на занятиях мы используем различные экспонаты, в том числе и костную базу. Это база черепов, костей, целых сборных скелетов различных животных, чучела, энтомологические коллекции, это коллекции насекомых, а также так называемые мокрые препараты. Здесь можно видеть и препарат беззубки моллеска, множество препаратов различных личинок насекомых, самих насекомых иммагинальных, их стадии развития, а также коллекция раковинных моллюсков. Ну, собственно, вот здесь и происходит основное действие. Все занятия мы подкрепляем презентацией, также работаем активно с доской, используем множество стационарного, статичного материала. Это различные плакаты. Здесь собраны плакаты по биологии, в кабинетах химии такие же собрания плакатов по химии, по всем разделам. Пойдемте дальше. Собственно, название нашего учреждения и основной блок. Здесь, когда ученики приходят до занятия или ходят на перерыве, могут ознакомиться с различными плакатами. Вы спросите, почему они на английском языке? Ну, современный ученый, будущий врач, биолог, химик, без знания языка, не ученый, не врач. Поэтому мы их стараемся приучить к тому, чтобы они не боялись английского языка. Тем более, что биологические термины в корнях своих имеют английские слова, латинские. Аудитория номер два тоже биологическая. Здесь чаще всего мы проводим занятия по анатомии и физиологии человека. Вы видите нашего старого друга. Это не преподаватель, не бойтесь. Как его только не называли. И Петрович, йорик. Разборные манекены, которые мы часто используем при изучении различных систем органов человека. Конечно, приятно не только слышать, видеть, но и ощущать тактильно то, из чего состоит наш организм. Здесь более 30 различных отделяемых элементов, органов. Также доска, также презентация и множество самых разнообразных экспонатов, посвященных анатомии и физиологии человека. Здесь и строение мышечного волокна, и костной ткани, и печеночных долек, строение сетчатки глаза, почки, кортиева органы, это наш слуховой орган, горталь, глаз и многое другое. И, конечно, микроскопы. Это не все микроскопы, здесь еще есть несколько их экземпляров. Это очень хорошая техника, которая, к сожалению, сейчас уже больше не выпускается, с замечательной оптикой. И вот с этими микроскопами работают наши ученики. Каждому ученику мы выдаем свой микроскоп, свои препараты. Препаратов у нас более двух с половиной тысяч, они все фиксированы и посвящены не только анатомии и физиологии человека, но и зоологии, общей биологии, ботаники. Пойдемте дальше. Конечно, здесь просторно. Четырехметровые потолки, хорошее освещение не создают каких-то границ. Всегда чувствуешь себя свободно, практически в полете. Ну и, вопринуя кабинеты преподавателей и мой кабинет, мы попадаем в аудиторию номер три. Это химическая аудитория. Здесь установим вытяжной шкаф. Благодаря этому оборудованию мы можем проводить даже опасные дымные, огненные опыты. Опыты, которые сопровождаются выделением пакучих веществ. Все это мы проводим здесь, и все нечистоты удаляются через вытяжную трубу. Остальное все стандартно. И, конечно, шкаф с химической посудой. На наших занятиях ученики сами проводят химические опыты, эксперименты. Что-то выполняют в сопровождении преподавателей, так они знакомятся с химией, как с наукой. Ну, а здесь можно в перерыве или после занятия выпить стаканчик воды или даже завариться чаю. Это наша зона обеденная. Здесь даже есть кухня. Можно заварить чай, перекусить. Ну, например, сегодня у нас что были? Сегодня были сушки. Мелочь, но приятно. Ну и продолжим рассматривать аудиторию. Четвертая аудитория также в химическом. Здесь много обучающих плакатов. Конечно, мы вывесили только малую часть из них, потому что часто используем их в разных аудиториях. Но самые важные, самые основные мы, конечно, представили здесь статичные. Химический стол с устойчивым к керамическим покрытиям. Устойчивым к действию кислот, щелочей, а также высоких температур. Здесь мы тоже проработаем химический опыт. Вы видите, шаги Бунзена. Ну и колточки с различными растворами химических веществ. Ну, а здесь в шкафчиках выдвижных можно увидеть различные оборудования. Также растворы химических реактивов. Не пугайтесь. Все химические реактивы, которые представлены здесь, безопасны для жизни и здоровья человека. Поэтому, конечно, мы проводим эксперименты, соблюдая все правила безопасности. Пойдемте дальше. И где нас ждет последняя, пятая аудитория. Она общего назначения. Чаще всего в этой аудитории мы проводим занятия по русскому языку и математике. Здесь очень интересный свет. Его можно регулировать. Если мы обучаемся в сопровождении презентации, можно выключить некоторые линии света, чтобы сконтрастировать изображение от проекта. Ну, а если работа не достоит, то включаем полное освещение. Здесь умещается до шести человек. Несмотря на то, что пара четыре и формально здесь можно уместить восемь человек, у нас строгое ограничение по количеству человек в группах. Не больше шести. Шестерка легко делится на пары, на тройки. И мы активно используем групповые методы взаимодействия, проводя наши занятия. Ну, а чем больше человек, тем, вы понимаете, эффективность таких занятий снижается. Поэтому пока мы в течение долгих лет удерживаем вот это количество в шесть человек неизменно. Мы ждем вас на занятиях. У нас всегда дружелюбная атмосфера, командная обстановка. Есть возможность приятно провести время, обучиться, узнать что-то новое. Ну, и, конечно, найти новых друзей, новых наставников. Ждем вас в гости. Всего доброго.